Добрый день! В эфире Якутия. Мы расскажем о главных событиях к этому часу в студии Юлия Великодной в этом выпуске. Якутия в десятки регионов, где рост инвестиций составил почти 40% в реальном выражении. Об этом сообщил Владимир Путин. Поставка овощей в удачно увеличится, а цены снизятся. В городе прошла выставка ярмарка товаров местных производителей. В Якутске соревнуются биохимики. LabSkills – это первый конкурс на базе лаборатории технопарка Якутия. Якутия в десятки регионов, где рост инвестиций составил почти 40% в реальном выражении. Об этом сказал Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов. На встрече принял участие и руководитель региона Егор Борисов. Повышение инвестиционной привлекательности регионов президент России назвал одним из ключевых направлений работы, так как это ведет к запуску новых производств, созданию новых рабочих мест и повышению доходов граждан, что является важнейшим приоритетом. Многое в инвестиционной динамике зависит от региональных управленческих команд. Так, на фоне кризиса объем капиталовложений за последние три года в целом по стране несколько сократился, а именно на 7,9%. При этом в 21 регионе, напротив, зафиксирован рост инвестиций в основной капитал. Причем в 10 лучших субъектах этот рост составил почти 40% в реальном выражении. Я назову эти регионы. Это Амурская, Архангельская, Вологодская, Калининградская области, Ленинградская область, Мурманская, Тульская область, Якутия, Кабардино-Балкария и Малойнецкий округ. Медведев утвердил программу переселения соотечественников в Якутию. Предполагается, что документ позволит привлечь в республику и за рубежа 100 человек до конца 2019 года, а именно высококвалифицированных специалистов и профессионалов, востребованных на региональном рынке труда. Госпрограмма по оказанию содействия добровольному переселению в России соотечественников, проживающих за рубежом, утверждена в 2006 году. Изначально срок ее действия ограничивался 2012 годом, но с 2013 она переведена на бессрочный режим. В этом году количество извещений госзакупок увеличилось на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом сегодня сообщили на заседании коллегии Госкомитета по регулированию контрактной системы в сфере закупок. Результаты мониторинга свидетельствуют о положительной динамике роста экономии бюджетных средств. Большая часть закупок проводится по электронному аукциону, а именно 65%. Лидер по заявкам на закупки – Минздрав. Средняя цена контракта для обеспечения нужд Якутии превышает миллиард рублей. За январь-ноябрь текущего года условная экономия бюджетных средств, полученная от торгов, составила 1,6 млрд рублей или 7,2% от начальной максимальной цены контракта. На сегодняшний день совокупный объем опубликованных закупок за шесть лет работы комитета составил в общей сумме 129,1 млрд рублей с полученной условной экономией в размере 8,8 млрд рублей. К другим темам. В преддверии Нового года в Хангаласском Уловсе, в одном из домов поселка Верхнебестях, замерзают люди. К нам на горячую линию обратились с сообщением о том, что в восьмиквартирке остались жить только две самые стойкие семьи. Но и они уже не могут спать третью зиму подряд в теплых вещах и при включенных обогревателях. С подробностями Виолетта Засимова. На втором этаже дома по заводской 11 живут супруги Раиса и Федор. Оба инвалиды. Однокомната в их доме практически заморожена. Они ее прикрывают одеялами, чтобы в остальных помещениях сохранялось тепло. Но при этом все равно надевают теплые вещи и включают обогреватель. Трогаешь батареи, сверху теплые, снизу прохладные. И закон из крыши дует. Так стало в результате капитального ремонта, сделанного администрацией поселка, в 2014 году после пожара в одной из квартир. Здесь по старым все было тепло. Старые трубы были железные все. А сейчас пластмассовые все. Ну это вот старые только вот эти сами батарейки. А так, видишь, пластмассовые. И сказали на улице еще маленькие трубы, двадцатку поставили, а были большие. Может из-за этого еще. То, что вот трубы поменяли нынче, меняли летом. Вот из-за этого вот. Еще хуже, ситуация обстоит этажом ниже у семьи Гиззатовых. Здесь проживают мать и сын. Именно в этой квартире произошел в 2013 году пожар из-за включенного обогревателя. Уже тогда в доме было очень холодно. Но проведенный капитальный ремонт проблему не решил. Стало еще холоднее. Роман обращался в администрацию поселка. Его направили в ЖКХ. Оттуда обратно в администрацию. Затем он написал статью в местную газету, после которой приехали с комиссией из Роспотребнадзора. Самое большое Роспотребнадзор зафиксировал в зале плюс 12 градусов. Самое большое. Самое маленькое на тот момент они нашли в углу минус 1 градус. Сейчас мы не вызывали, потому что смысла нет. Изменений никаких не было. Когда все комиссии завершились, про нас просто забыли в очередной раз. Конечно, обе семьи были бы не против переселиться в другое, более теплое жилье. Но в то же время они реалисты и понимают, что это невозможно. И просят хотя бы, чтобы в Новый год столбик термометра поднялся выше плюс 15. Тупиковый стоит. Теплотрасса подходит, заканчивается на нем. У них плохое водообращение идет. Поступление идет подача и обратно. Что-то где-то засопорилось. То ли воздух, то ли забилось. Чтобы вот эту причину нашли. В чем, почему не идет поступление нормальное. В 2018 году, согласно спискам Фонда капитального ремонта республики, в доме по Заводской 11 вновь пройдет ремонт по четырем критериям. Тепло, водоэлектроснабжение и водоотведение. Мы будем следить за развитием событий. До срочных выплат пенсии за следующий месяц в декабре не будет. Эти и другие социальные выплаты, в том числе и доставкой, за январь сделают по графику. 1, 2, 7 января для отделений почтовой связи установлен выходной день. Поэтому пенсии выплатят 5 и 6 числа. А по доставке на дом в Якутске изменений нет. Все выплаты будут произведены по графику. Поставка овощей в удачный увеличится, а цены снизятся. Об этом заявил руководитель департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза региона во время выставки ярмарки товаров местных производителей. Она проходит в городе впервые и стала неким подарком от республики для горожан. Остались ли довольны жители и какие планы на будущее у руководства Якутии района и города узнавала моя коллега. Рыба, мясо, колбасные изделия, молочная продукция, варенье из лесной ягоды, такого изобилия на прилавках горожане не видели уже домой. Выставка ярмарка сельхозпроизводителей пришлась к стати. Отличная возможность купить натуральные и свежие продукты к новогоднему столу. В удачность ехались 11 товаропроизводителей со всей Западной Якутии. Каждый привез деликатесы собственного производства. Рыба очень вкусная и свежая всегда. То, что такое изобилие продуктов наступает лишь раз в году неправильно. Так решили в Министерстве сельского хозяйства республики. Там уже предложили открыть в магазинах продовольственные отделы с местной продукцией. Мы можем сказать, что ассортимент продукции, который мы производим, и который реализуется на полках наших магазинов, на сегодняшний день составляет уже более полутора тысяч наименований. А вот для жителей поселков Оленек и Анабар прошедшая ярмарка, похоже, решит давнюю проблему. Доставлять свежую продукцию в отдаленные районы долго, дорого и неудобно. Поэтому в Минсельхозе республики решили создать в удачном логистическую базу. Здесь построят большое овощехранилище. Свою продукцию сюда будут привозить поставщики из Мирного и Ленска. А уже далее по северным поселкам. Мы хотим состыковать предпринимателей, сельхозтоваропроизведителей Ленска, Валек, Минского районов. Именно с этими северными районами точка с их соприкосновения должен быть город удачной. Сейчас овощи в отдаленные поселки отправляют через Якутск. Ее себестоимость при этом вырастает в разы. Да и отправляют при этом максимум 20 тонн в год. Уже подсчитано, что после внедрения новой транспортной схемы за эти же средства объем поставляемой продукции увеличится вдвое. А следовательно, могут снизиться и цены в местных магазинах. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». В Якутии выплаты на первого ребенка смогут получить около 4 тысяч человек. Заявление министра труда и социального развития Якутии Александра Михеева приводит пресс-служба ведомства. С 1 января следующего года будут производиться ежемесячные денежные выплаты при рождении первого ребенка. Размер выплаты равен величине прожиточного минимума, которое на второй квартал 2017 года составляет по первой зоне 20 тысяч рублей, а по второй – 16,5. Ежемесячное пособие предусмотрено семьям, чей доход каждого трудоспособного члена семьи не превышает полуторакратной величины прожиточного минимума. И последнее в технопарке Якутия впервые проходит конкурс биотехнологических проектов. LabSkills – мероприятие направлено на популяризацию биотехнологий в городе Якутске. С подробностями Нюргуяна Егорова. В конкурсе принимают участие шесть команд, по два участника – это школьники, студенты и молодые ученые. Робутин, веществонок, который содержится в листьях, нам дали три метода, по которым его добывают из листьев. И нам надо как-то их слегка модифицировать, улучшить, чтобы менее дорого было, чтобы быстрее добывалось все. Ну вот, да, и вреда может меньше дать. Участники по химии должны получить состав арбутина из толокнянки, который широко применяется в фармацевтике и косметологии. А по генетике задание следующее. Например, у нас в ДНК, и там есть одна замена, одно основание. Например, аденина на гуанин. И это то, что отличает меня от вас, например. Вот эти вот СНП, так называемые, они ответственны к предрасположенности к различным заболеваниям, например. Например, сахарный диабет, еще какие-то заболевания. И мы дали задание определить конкретный СНП при помощи имеющихся у нас оборудования и методик. Одним из заданий является постановка ПЦР. Участник берет ДНК, загружает в амплификатор и ждет в течение полутора часов, где ДНК увеличивается в миллиарды. После этого материал визуализируется в геле. Лаборатория Технопарк оснащена современным оборудованием. Здесь собираются биотехнологи, делятся опытом. Эта площадка не только для резидентов, но и для биотехнологических стартапов. В следующем году организаторы планируют расширить конкурс. Итоги Лабскиллс 2017 будут известны чуть позже. Юргияна Егорова, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск. А вот о чем мы расскажем сегодня в вечернем выпуске новостей в 20.44. Промышленные компании создают рабочие места. По проекту «Местные кадры в промышленность» трудоустроены 2000 якутян. На велосипеде «Ваймекон» насколько путешественник из Франции оказался готовым к суровому маршруту. В Москве найдены ранее неизвестные рисунки первого профессионального художника из народа Саха Петра Романова. К этому часу у нас все новости.